Это запрещенные украинские орудия. Эта техника не молчит. Вновь обстрелена Горловка. Причем за артподготовкой последовала атака украинской пехоты. Она была отбита, но руководство ДНР уверено, это прощупывание их обороны, разведка боем, за которой может последовать полномасштабное наступление. Дмитрий Кулько передает с линии огня. Вот такой вид откроется украинским артиллеристам, если они все-таки возьмут стратегически важную высоту 6-7 на окраине Горловки. В этот раз не удалось, но явно им очень хотелось. Тогда и Ясиновата, и Макеевка, и Янакиева оголят тылы, а Донецк окажется фактически в тисках ВСУ. Получасовая атака началась с артиллерийской подготовки. Сухой военный термин, которым силовики прикрывают уничтожение жилого района. Украинские военные пытались войти в Горловку северо-западной, соответственно, и обстреляли ближайший микрорайон в этом направлении. К примеру, в эту пятиэтажку попало сразу три мины калибром 122 мм. Но, к счастью, никто из жильцов не пострадал. Люди уже привыкли к обстрелам, и при первых залпах спустились в подвалы. Но женщина на пятом этаже замешкалась, выключала плиту, когда кухню разорвали десятки лезвий. Боялась, что суп убежит. У неё в руке два осколка, живот стёклами порезанный. Лицо у неё, не лицо, а голова. Слушай, вот, шла у неё. Соседка, медсестра, сделала ей противошоковый уход, но она не реагировала. С ней пытались разговаривать, но раненая потеряла сознание и сейчас в реанимации. Киевские силовики воспользовались тем, что силы ДНР отвели отсюда тяжёлую технику. Люди это даже по канонаде понимают. Прорываются они здесь, им просто негде больше. Очень удобно здесь, ну, дороги ж, наверное, это. Наши вчера не отвечали, нашим нечем отвечать. Вот они, тух-тух-тух, там с чего-то такого, я не знаю, сейчас не разбираюсь. Попыхкали-попыхкали, ну всё, они вот прорываются, наши держат кое-как там, как могут. Ну, прорываются они здесь. Минобороны ДНР о потерях противника. 13 пехотинцев и 2 машины десанта. Скоротечная атака украинской армии походила на прощупывание обороны ополчения, а значит, подготовку к чему-то большему. Данная провокация по тактическому замыслу практически полностью повторяет организованный на прошлой неделе штурм украинскими войсками позиции ополчения, предпринятые в районе Марьинки и свидетельствуют о проверке организации нашей обороны накануне начала широкомасштабного штурма Донецка. Призываем украинскую сторону немедленно прекратить любые действия, ведущие к намеренному срыву минских договоренностей и отвезти все стянутые к линице разграничения войска и технику на установленные соглашениям расстояния. В Марьинке и прилегающей Александровке ополчение вновь ждет гостей. С этих трех блокпостов на Запорожской трассе 28-я бригада ВСУ бьет по домам из тяжелых минометов. Чаще под утро. А вот снайпер простреливает улицы круглосуточно. Третья мотострелковая рота Республиканской гвардии ДНР держит эти рубежи. Командир с позывным «Белка» знает, где пригнуть голову, а по какой лени можно пройти в рост. Опаснее всего на позициях, с которых в прошлом бою ополченцы остановили украинские танки. Раскрыть их и требовалось снайперам ВСУ. Есть хорошие снайпера, которые вовремя замечают их точки и в случае первого выстрела оттуда сразу же могут, в принципе, работать по этим точкам. В гостях у Татьяны Степановны теперь почти вся улица. Сидеть особо негде, нет половины дома, гаража, сарая, зато погреб крепкий. Нас накрыло соседу. Сейчас покажем и подвал, все покажем. Полушило, ну отпустило. Подошли, а вышли, я говорю, но... Все в ожидании с той стороны выстрела, а она полетела. Обстрелы Куйбышевского и Киевского района Донецка в Минобороны ДНР назвали самым мощным за последние три месяца. Под огнем вновь оказались дома возле железнодорожного вокзала. Погибла женщина. Украинские артиллеристы вернули на передовую гаубицу Д-30. Хотя, согласно минским договоренностям, они должны стоять в тылу. Чуть расселся пороховой дым, мужчина пытается узнать, выжила ли соседка. Это были двери. Бабушка одна, котом живет. Никакой помощи нету. Стены под ногами, открытая панорама на аэропорт. А на Тамаре Семеновне не царапины. Жалуются. Муся немного оглохла. Как выжила, сама не поняла. Чудо. Я нашла вот кольцо. Тут написано, господи, спаси и сохрани. Так это, наверное, он меня спас. Бог. После массированного обстрела короткая, но уж очень непривычная тишина. Сотрудники миссии ОБСЕ выехали на место. Дмитрий Кулько, Олег Прохоров, Алексей Гончаров, Надежда Рыбкина, 5 канал Донбасс. В Москве прокомментировали заявление Киева относительно некоего присутствия российских военных в Донбассе, напомнив, что эти данные не имеют фактических оснований. Минобороны России выявили закономерность между цифрами, которые приводят украинские политики, приближением крупных международных событий, таких как, например, саммит G7 и выходными. Только так можно объяснить, почему в четверг, 4 июня, Петр Порошенко заявляет в Раде о том, что на юго-востоке Украины якобы находится 9 тысяч российских военных. А после удачно проведенных выходных, 8 июня, министр обороны Полторак обнаруживает там уже 42,5 тысячи человек. Да еще в придачу к этому и целую танковую армию из 558 танков. Все, что нам остается в данном случае, посоветовать украинскому президенту, как верховному главнокомандующему, принимать по понедельникам доклады от министра обороны, только предварительно уточнив, как он провел выходные. Также Минобороны ничего не знают о намерении якобы неудачных попытках Полторака пообщаться со своим российским коллегом Сергеем Шойгу. Ведомства, однако, не исключили, что все исходящие звонки в Москву украинского министра блокируют некий заокеанский телефонный коммунтатор. И посоветовали сменить оператора. Киев решил не эвакуировать людей из населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости от горящей нефтебазы. Справиться с пожаром не дается вторые сутки. Штаб взял на решение проблемы еще 12 часов. Ситуация осложняет. Сильный ветер. Не хватает людей и техники. Неудивительно, Киев закупает бронетранспортеры, какие уж тут пожарные машины. А те, кто мог бы бороться с огнем, призваны в армию. Как будет развиваться ситуация, сказать трудно. Неподалеку военный арсенал, аэродром и газохранилище. Власти уже заговаривают о диверсии. Хотя основная версия нарушения техники безопасности. Екатерина Иванова о рукотворной катастрофе. На фоне страшного зарева спасатели без специального обмундирования с обычными бронзбойтами в руках пытаются справиться с огнем. Заливают пылающей цистерной водой. В любой момент все может взлететь на воздух. Несколько взрывов уже прогремело. Но пожарные, как ни в чем не бывало, продолжают тянуть рукава, чтобы хоть как-то остановить стихию. Ни авиации, ни какой-то особой техники на месте катастрофы так и не появилось. А ведь тушат уже вторые сутки подряд. С такими темпами и к завтрашнему дню не управятся, констатируют эксперты. Здесь происходит выброс горючей жидкости при вскипании. То есть рассчитывается время вскипания, влияние ветров от этого зависят. Вихревые потоки, температура пламени от 1000 до 1300 градусов. Какая там роза ветровка, да даже пенообразователя оказалась в обрез. Искать материал для тушения в экстренном порядке пришлось по соседним предприятиям. Накануне загорелись 3,17 резервуаров. Сегодня уже полыхает вся нефтебаза. Что это было? Нарушение техники безопасности? Неосторожное обращение с огнем? Или может быть поджог? Выясняют следователи. Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, озвучил одну из версий. На нефтебазе проводились работы по перекачке нефтепродуктов. Есть информация, что они попали на электродвигатель, и это привело к возгоранию. Полтора часа тушить пожар пытались своими силами. Если бы сотрудники обратились к пожарным своевременно, локализовать эту проблему можно было бы еще вчера. Советник главы МВД Украины Антон Герасченко в случившемся винит украинских коррупционеров, которых почему-то до сих пор не может поймать и наказать. Хотя это его отчина. В европейской стране по обращению пожарной службы приняли бы решение о закрытии опасного объекта, не соблюдающего нормы пожарной безопасности. И никакие отмазки и взятки бы не прокатили. В Украине все по-другому. Предприниматели расценивают требования пожарных не как необходимость соблюдения пожарных норм, а как вымогательство. Хотя следует признать, что зачастую предпринимателю бывает дешевле дать на лапу, чем выполнять требования пожарных норм. Руководство компании, которая в результате пожара потеряла 14 тысяч тонн нефтепродуктов, уверяет, это не что иное, как привет из лихих 90-х. В качестве основной версии инцидента мы рассматриваем умышленный поджог. И не исключаем, что возгорание нефтепродуктов на нефтебазе произошло в результате террористического акта. Мы неоднократно публично заявляли, что с 22 апреля 2014 года наши АЗС подвергаются спланированному внешнему давлению и системным нападениям неизвестных лиц. Экологи от политических и бандитских разборок предпочитают держаться в стороне. Но один важный факт все-таки отмечают. Согласно распоряжению Яценюка, проверки таких предприятий госорганами запрещены, чтобы жилось проще и взятки никто не помогал. Вот только сэкономить бизнесмены решили именно на технике безопасности. Так АЗС, нефтебаза и даже законсервированная Чернобыльская АЭС оказались предоставлены сами себе. Отсюда и катастрофы, одна за другой. В конце апреля весь мир следил за пожаром, который охватил 400 гектаров. И едва не добрался до печально известных могильников и саркофага. Сегодня вот нефтебаза. В сети уже появились фотографии после черного дождя в Васильковском районе. Так новое погодное явление прозвали сами жители. Впрочем, мэр Киева уверяет, все будет хорошо. В результате пожара погибли два человека, еще 10 в больницах. Спасатели с тяжелыми ожогами. Судьба еще троих пожарных по-прежнему неизвестна. Тем временем жители покидают бездлежащие населенные пункты. Рядом с местом катастрофы, непонятно как, очутились воинская часть, еще одна нефтебаза и газопровод. Екатерина Иванова, Лариса Зорина, Оксана Воронина. Пятый канал. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Госдумы Ильи Пономарева. Ему инкриминируют пособничество в растрате государственных средств. Речь идет о договоре с фондом Сколково, по которому Пономарев был приглашен в качестве лектора. Что он рассказывал и чему учил, точно неизвестно. Но гонорары за несколько инновационных экскурсов составили 750 тысяч долларов. Когда следствие стало детально разбираться, что из себя представляли на самом деле такие лекции, каждая из которых, кстати, оценивала в среднем 30 тысяч долларов США. Так вот, оказалось, что это были какие-то такие короткие бриз выступления, в среднем от 3 до 18 минут, причем на мероприятиях, ну уж никак не связанных с заявленной тематикой. По данным следствия, таким образом, вице-президент Сколкова Алексей Бельтюков списал 22 миллиона рублей, а депутат-лектор этому активно способствовал. Сам Пономарев сейчас за границей, пока правоохранители ждут его добровольной явки, в противном случае парламентарий будет объявлен в международный розыск. Минобороны России обратилась к Пентагону за разъяснениями в связи с резкими заявлениями генерала Мартина Демпси. В ряде западных СМИ появились публикации о намерении США разместить в Европе ядерные боеприпасы в ответ на некие нарушения договора о ракетах средней и меньшей дальности с российской стороны. Складывается впечатление, что США раскручивают тему российских нарушений в качестве предлога для реализации собственных, якобы ответных военных шагов, призванных затвердить американское лидерство в противостоянии российской военной угрозе, миф о которой упорно раздувается Вашингтоном вопреки очевидным фактам. Никаких подтверждений того, что Россия нарушила договор, Пентагон не предоставил. Хотя, как заявил глава МИДа Сергей Лавров, Москва готова к предметному, но не голословному диалогу на эту тему. Мы сформулировали наши достаточно конкретные вопросы к американской стороне, потому что считаем, что целый ряд действий, которые она предпринимает, в том числе и прежде всего в контексте развертывания глобальной системы противоракетной обороны, прямо нарушают договор о ракетах средней и меньшей дальности. При этом, как подчеркнул Сергей Лавров, Россия со своей стороны не собирается отказываться от договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Продолжение следует...